Ну, первое, я начну мой урок, поэтому все, пожалуйста, внимание, мои дорогие ученики, уважаемые коллеги, уважаемые члены жюри, добрый день. Сегодня мы проводим онлайн-урок по литературе. Я уверена, что наше общение даже в таком формате будет очень интересным. Вам необходимо будет иметь перед собой всего лишь тетрадь и ручку. Возможно, какие-то записи необходимо будет сделать в ходе урока. Сегодня мы будем с вами работать с фрагментом рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». Понимание и осмысление этого фрагмента вам пригодится, когда вы будете целиком читать это произведение. Сегодня на уроке мы будем говорить, рассуждать, задавать друг другу вопросы. Услышали? Да, да, да. И поэтому оценивать я вас буду по следующим критериям. Насколько вы полно отвечаете на вопрос, умеете ли вы формулировать ответ согласно вопросу, умеете ли вы обосновывать свою точку зрения, опираясь на текст, который будет вам представлен. Умение формулировать вопросы и умение подбирать соответствующие языковые средства для формулирования вопроса или ответа. Но даю такую установку, ребята. Давайте договоримся, что сегодня вы будете задавать только те вопросы, которые начинаются со слов «почему» и «как ты думаешь». То есть вопросы такого плана, как «что», «как», «где», мы постараемся с ними работать поменьше. Будем в основном работать с теми вопросами, на которые потребуется отвечать, размышляя, приводя какие-то примеры из текста, которые помогут вам сформулировать собственную точку зрения. Пожалуйста, скажите, вам ясна эта задача, установка? Да. Хорошо, вы меня услышали, я очень рада. В конце урока во вклад в чат я выставлю вам документ с листом оценивания. В нем как раз-таки будут прописаны те критерии, которые я выставила выше, вам рассказала о которых выше. Вы мне через электронную почту отправите заполненные эти листы. Здесь все понятно? Да. Все, отлично. Я очень рада, что у нас складывается с вами понимание. Ну что, ребята, а теперь мы переходим к следующему этапу нашей работы. Приготовьтесь внимательно слушать, будьте внимательными слушателями, читателями и собеседниками. Посмотрите внимательно на слайд. Вы все здесь видите ряд иллюстраций, картинок. Давайте с вами вместе попытаемся из этих иллюстраций вытянуть смыслы. Подумайте, связаны ли эти картинки между собой, если связаны, то как. И, пожалуйста, ваши варианты и объяснения, почему. Я предлагаю здесь выставить ответы в ходе свободной беседы. Вы можете начать. Когда один участник, ученик закончил отвечать, следующий может, соответственно, приступить к своему комментированию. Анастасия Диковская, я могу вас начать, вот попросить начать. Расскажите, вот что вы здесь видите и о чем эти могут быть картинки? Ваши, пожалуйста, предположения. На первой картинке, где сидит мальчик, мне кажется, что это означает одиночество, что с ним никто не общается. А эти картинки могут быть связаны тем, что у каждого может быть кто-то, кто его всегда поддержит. Связана ли эта картинка с другой? Ребята, вы слушаете высказывание Анастасии, попытайтесь продолжить, возможно, или дополнить ее высказывание. Связана ли, Анастасия, эта картинка с другой, какой-нибудь здесь представленной? Если мы видим здесь одиночество, то, возможно, есть что-то противоположное этому состоянию человека. Семья, которая поддержит, противоположное. Да, то есть поддержка, семья, хорошо. Владимир Жеребцов, подхватывайте, пожалуйста, что вы можете здесь сказать дальше? Ваши суждения, что вы видите? Ну, то, что любовь. Так. Мысль, помните установочку, мы говорим полными предложениями. Если есть семья, соответственно, есть любовь. Если есть любовь, соответственно, не будет одиночества. Так, спасибо. Я вашу логику увидела. Виктория Роскова, подхватывайте, пожалуйста, ваше мнение по поводу этой картинки. Ну, семья означает любовь, дружба. Также я сказал Владимир, что там получается не будет одиночества. У человека, который обретет семья или у него уже есть семья. Спасибо, Виктория, только погромче немного. Полина, пожалуйста, как вы считаете, что какие еще смыслы можно отсюда вытянуть? Полина, вы меня слышите? Походу, нет, не слышишь. Полина, хорошо, Полина, подключайтесь, если что случилось. Пожалуйста, Дарья Москвичева, как вы считаете, какие вы здесь, возможно, увидели смыслы интересные, которые можно будет нам раскрывать? Как вы увидели эту картинку? Ну, на этой картинке я думаю, какую-то зону поддержку. Поддержка? Почему нет? Конечно же. Спасибо, Даша. Вы включаетесь, это нормально, это естественно. Я понимаю, мысль не всегда бывает сформулирована сразу. Это хорошо. Вадим Глышков, как вы считаете, какая здесь самая главная картинка во всем вот этом многообразии? Вадим, пожалуйста. Центральная. А почему? Потому что темные, ну, когда сердишься, там, например, сказать, темные цвета, а... То есть жизнь, она такая двоякая, я правильно вас понимаю, Вадим? Да. С одной стороны, есть темные какие-то стороны, да, связанные с нашими переживаниями, а с другой стороны, всегда есть какая сторона? Светлая. Светлая, яркая, конечно же. Ребят, спасибо огромное за ваше высказывание. Я надеюсь, что даже те мысли, которые вы не произнесли вслух, они и дальше вам помогут, поскольку сейчас представленный ассоциативный ряд различных картинок, это та основа, которая поможет нам понять с вами текст, который мы будем читать. Я попрошу сейчас всех участников моего урока включить звук, потому что мне бы очень хотелось услышать от вас обратную связь. Даша Москвичева, Владимир Жирецов, пожалуйста, включите звук, поскольку мне очень необходимы на уроке, и я очень ценю ваше участие в нем. Ну что же, ребята, я услышала все ваши предложенные варианты, я услышала понятие одиночества, поддержка семьи. Вадим отметил, что ключевая картинка здесь является центральная, да, что жизнь, она такая разноплановая. Конечно же, с вами полностью согласна. Мы вернемся к нашей иллюстрации в дальнейшем, а сейчас, ребята, я предлагаю для вас пределить каждому сейчас, какое из тех понятий, которые вы взяли для себя из этой картинки, лично для вас значимое. Запишите его, пожалуйста, на лист. Почему? Потому что в ходе урока вы, возможно, найдете какие-то ответы на эти вопросы. Сделайте, пожалуйста, эту запись небольшую и скажите мне о том, что вы это, соответственно, сделали. Поднимите ручку, у меня есть такой значок. Мы выбрали иметь в виду. Задание понятное? Повторите, пожалуйста, еще раз, просто не услышала. Хорошо. Вот из всех предложенных картинок выберите ту картинку, которая отражает такое понятие, которое вы считаете наиболее важным в вашей жизни. И запишите. Про это говорить не обязательно. Готово. Спасибо. Услышала. Все записали? Да. Да, слышу. Спасибо, ребята. Предлагаю не нарушать наш настрой. Итак, сейчас мы с вами продолжаем. Посмотрите, пожалуйста, это первая часть фрагмента текста, который мы будем с вами читать. Сейчас я вам предлагаю для начала предположить по названию рассказа «Судьба человека». Как вы думаете, о чем будет речь в этом фрагменте, если рассказ называется «Судьба человека»? Пожалуйста, Светлана, как вы считаете? Можно я к вам обращусь? Светлана, вы меня слышите? Может быть, кто-то есть из вас, тот, кто хочет сам высказаться? Рассказ называется «Судьба человека». И как вы считаете, о чем может быть речь в нем? Владлена, может быть, вы выскажетесь? Ну, я считаю, что, возможно, речь пойдет о каких-то трудностях или о легком пути главного героя. Так, то есть понятие «судьба», я так правильно понимаю, вас навевает на такие рассуждения, правда? Да. Конечно. Так, кто еще? В непростой жизни человек. Непростой жизни человека. Почему-то именно непростой. А может быть, судьба была легкая. Почему именно непростой? Ну, на через сложно, может, пройти там кое-нибудь. Это хорошо, что вы рассуждаете. Продолжаем дальше. Я предлагаю, Владлена, я хочу попросить тебя вслух прочитать вот этот фрагмент, который ты видишь. Пожалуйста, громко, четко для всех. На четвертый день прямо из совхоза, груженый хлебом, поворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и по всему, видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему. Эй, Ванюшка, садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем. Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца на подножку, скарабкался и тихо так говорит. А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут? И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Но я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю. Спасибо, Владлена, очень выразительно и четко. Как вы считаете, Владлена, подхватываете этот фрагмент рассказа, начало рассказа или ближе к концу? Каково ваше мнение? Ну, я думаю, что это уже ближе к концу. Потому что? Продолжаем. Мне кажется, это середина какая-то. Владимир подключается. Все-таки середина рассказа, да? Конечно, могут быть разные варианты, но все-таки вот если ближе к концу, то что нам на это может указывать? Затрудняетесь. Владимир, почему середина рассказа? Затрудняюсь ответить. Мне просто так кажется. Я думаю, что в процессе, когда вы будете читать этот рассказ полностью, вы на этот вопрос ответите однозначно. Согласны? Да. Ну что же, давайте посмотрим, есть ли непонятные слова в этом фрагменте, на которые мы могли наткнуться и запнуться о них. Пожалуйста, какие слова могут быть непонятными вам сейчас? Ну, например, слово «элеватор». Ребят, вы знаете, что такое значит «элеватор»? Нет. Нет. То есть обращаем. Я вам сейчас открою вкладку онлайн-словаря, и мы с вами вместе посмотрим, что же может значить это слово. Итак, посмотрите, пожалуйста. Всем видно? «Элеватор» — это грузоподъемное устройство для непрерывного транспортирования грузов, обычно сыпучих и штучных, или зернохранилища с механическим оборудованием для приема и очистки. То есть всегда, когда нам что-то непонятно, мы обращаемся к словарю и таким образом решаем наш непонятный вопрос. Также в этом тексте есть слово «совхоз». Скажите, сейчас это слово употребляется активно в словаре? Нет. Нет. Да, вот вы обратите внимание на то, что это слово значит, потому что в текстах оно встречается достаточно часто. Посмотрите, это крупное государственное сельскохозяйственное предприятие в Советском Союзе или сокращенное от «советское хозяйство». То есть понятно время, когда использовалось это слово «советское время». Итак, возвращаемся к нашей работе. Итак, пожалуйста, скажите, пожалуйста, на что вы обратили в первую очередь внимание, вот читая этот фрагмент? Анастасия Диковская, пожалуйста, на что ты обратила в первую очередь внимание? Что тебе показалось особенно таким интересным и странным? То, что, как говорится, воспроизводится текст, то он говорит, я, мол, человек бывалый и всё знаю. Почему тебя именно вот это зацепило? Что значит, Анастасия, бывалый человек? Это какой человек? Не знаю. Ну, бывалый человек – это человек, который уже много чего на себя взял и через многое прошёл. Спасибо. То есть он много пережил, возможно. То есть во многих ситуациях побывал, да? Спасибо. Действительно, это очень ценное замечание. А какая противоестественность в этом тексте? Мы здесь видим, помимо рассказчика, правильно Анастасия отметила, от которого ведётся повествование, ещё другого героя. Какая есть противоестественность? Что не должно быть на самом деле? То, что он один там находится. То есть то, что это маленький ребёнок, и он находится там один. Да, это очень странно. Действительно, почему маленький мальчик один? Как вы думаете, а кто ответственный за это положение мальчика? Родители. Родители. Хорошо. А что, почему он один? Почему рядом родителей нет? Ну, возможно, он сбежал. Мальчик, возможно, убежал. То есть мы не можем знать. Ещё какие-то могут быть предположения, ребят, у вас? Скажите, пожалуйста, какие? А почему, обратите внимание, почему рассказчик наверняка, он знал ли он наверняка, что мальчика зовут Ваней? Или это было его просто первое желание назвать этого мальчика Ваней? Как вы считаете? Знал. Возможно, знал. А почему он его знал? По каким признакам текста мы можем это определить? Парнишка мой там сидит. То есть он назвал его своим. То есть это как бы... И он уже знает, что он сидит нахуй. Если он его видит не в первый раз. Да? Я вас правильно понимаю? Да. Он уже с ним встречался. Действительно, очень меткое, чёткое замечание. Хорошо. А какая реакция была у мальчика, когда рассказчик его к себе позвал? Давайте найдём те слова, которые отражают реакцию мальчика. И назовём их, пожалуйста. Какие вы слова здесь увидели? Вздрогнул. Так. А в откуда звали? Ваней зовут. Так. Скарабкался. Глазёнки широко раскрыл. Посмотрите, нам передаётся внутреннее состояние героя? Каким-то образом. Ну, то есть, да, как бы показывается удивление и вот... Через некоторое... И внешнее, чем внутреннее. Больше внешнее, чем внутреннее. Но по действиям, почему вот эта порывистость? Мы видим, почему мальчик совершает такие порывистые движения? Скарабкался, сбежал, вздрогнул. Почему? Как вы думаете? Ну, он удивлён, потому что кто-то знает его имя, и он сам этого человека не знает. Он очень удивился. Возможно, он удивился, потому что никто на него внимания до этого сильно и не обращал. А можем мы предположить тот момент, что мальчик этого ждал? Как вы считаете? Ну, да, возможно. Возможно. Конечно. Тогда как мы можем охарактеризовать отношение рассказчика к мальчику? Какое оно? Что он проявляет вот таким образом? Заботу. Подзывай его к себе. Заботу. Внимание. Вообще проявляет заботу. Забота важна, да, в жизни человека? Согласна. Без неё очень тяжело. Доброту. Хорошо, спасибо. Как вы думаете, о чём будет речь идти дальше? Ваше предположение? Пожалуйста, Вика, как ты считаешь? Вика Роскова. О чём пойдёт речь дальше? Мальчик узнает, куда он знает. Вика, очень плохо слышно. Связь, видимо, да? Вика, слушай, тогда подключайся. Пожалуйста, Вадим Глужков, как ты думаешь, о чём пойдёт речь дальше? Затрудняетесь ответить. Ну, если он к себе его позвал, значит, возможно, их разговор в дальнейшем продолжится. Ну, давайте с вами вместе посмотрим, что же будет дальше. Я попрошу этот текст прочитать, Светлана, пожалуйста. Громко. Зашёл он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой. Поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то припих, задумался. И нет-нет, да и взглянёт на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнёт. Такая мелкая птаха, а уже научилась дыхать. Его ли это дело? Спасибо, Светлана. Хорошо. Кто даёт характеристику мальчику? Пожалуйста, Даша Москвичёва. Ребята, кто даёт характеристику мальчику? Мы уже говорили по этот вопрос. От кого идёт повествование? Правильно, рассказчик сам, да? От своего лица. Хорошо. Как мы можем... Почему рассказчик говорит вот такие слова? Его ли это дело? О каком деле может идти речь? Пожалуйста, ребят, как вы считаете? Ну, может, он за него боится как-то. То, что он, если один находится, соответственно, он же... Ну, как... Беспощадно, можно сказать, так. Хорошо. Есть ли те вопросы, которые вы к этому фрагменту текста могли бы сейчас сами сформулировать и задать своим одноклассникам? Владимир, есть у вас вопрос, который вы бы хотели задать сейчас всем? Вот по этому фрагменту. Нет, нету. Затрудняетесь. Ну, хорошо. Спасибо большое. Как вы думаете, как будет развиваться дальше действие? Наверное, его кто-то найдёт. То есть, может, родители также найдут его. Может, он сам придёт к ним. И вы на это надеетесь. Я вижу, действительно, у вас чуткую добрую душу, потому что, действительно, должен быть хороший исход всего этого. Посмотрим следующее. Пожалуйста, Вика Роскова, прочитайте этот фрагмент. Вот это для меня, короче, слеза, и сразу я решил не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать. Возьму его к тебе в день. И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Спасибо, Вика. Какое чувство, Вика, вы испытали, когда прочитали этот фрагмент? Скажите, пожалуйста. Есть ли вот какое-то отношение? Ребята, у кого-нибудь есть отношение? Как изменилось настроение по сравнению с тем фрагментом, который мы читали до? Какой метафорой выражено состояние, внутреннее состояние рассказчика? Давайте ее найдем, эту метафору. Где она здесь? Ну, рассказчику стало легче и светлее из-за того, что он помог маленькому мальчику, получается, найти себе дом. Посмотрите. То есть то, что мы делаем для другого, это гораздо приятнее, нежели мы это делали бы для себя. Согласны? Да. Конечно же. Закипела тут во мне горючая слеза. То есть это внутреннее состояние рассказчика. Очень напряженное. Закипела слеза. Не покатилась легко по щеке, а именно закипела. Имел ли право он плакать и каким-то образом показывать здесь свой характер? Как вы считаете? Я затрудняю. По другому вопросу, Адам. Какой человек может вот так сдержанно себя вести? Спокойный. Спокойный. Или давайте вспомним, вы давали выше характеристику человека у нас бывалый. То есть это тот человек, который прошел много жизненных трудностей и испытаний. Продолжите мою мысль. Имеет ли право он плакать здесь? Нет. Он понял, что ему нужно помочь мальчику, потому что он уже через многое прошел и хочет, чтобы через такое не проходили другие, наверное. Спасибо огромное. Ваше мнение очень ценное. То есть если у кого-то есть какие-то дополнения, ребят, вы можете их сейчас сказать? Скажите, пожалуйста, а каким бы вы словом одним охарактеризовали мальчика? Какой мальчик? Одинокий. Одинокий, конечно же. И мы видим это одиночество здесь. Скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что детство должно быть таким у ребенка? Нет. Конечно же нет, однозначно. Продолжаем. Пожалуйста, прочитайте Викторию Спирина вот этот фрагмент, если вам несложно. Наклонился я к нему, тихонечко спрашиваю. Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой? Он и спросил, как выдохнул. Кто? Я ему и говорю так же тихо. Я твой отец. На самом деле это так. Как вы считаете, Виктория? Я думаю, что нет, потому что он хотел, чтобы мальчик более хорошие эмоции запомнил о своем детстве и попытался спрашиваться от трагедии его потери родителей. Хорошо, спасибо. Как вы думаете, что следующим дальше будет фрагментом происходить? Как вы считаете? Ну, мальчик удивится тому, что он все-таки первый раз видит своего отца или через некоторое время. И он будет, несомненно, очень сильно рад. Спасибо. Хорошо, продолжаем работу. Боже мой, что тут произошло? Вот буквально по одной вот этой фразе, как вы считаете, может ли это нам предложение помочь предположить, о чем речь пойдет дальше? Да. Продолжайте. Да, потому что, возможно, появится отец. Появится отец. Все-таки настоящий отец. Так, у кого есть другие какие-то точки зрения? Смелее, ребят. Представьте, что мы с вами сидим в классе, у нас все так же спокойно и хорошо. Так и так, спокойно и хорошо. Это здорово. Ну, давайте посмотрим, что же могло произойти дальше. Я предлагаю сейчас этот фрагмент, я прочитаю вам его сама. Кинулся он ко мне на шею, целует щеки в губы. Ой, простите, ребят. В лоб, а сам как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно. Папка, родненький, я знал, я знал, что ты меня найдешь. Все равно найдешь. Я так долго ждал, когда ты меня найдешь. Прижался ко мне, весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман. И тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся. Как я тогда руля не упустил? Диву можно даться. Вот такая вот реакция, ребята, главного героя. Скажите, пожалуйста, на самом ли деле рассказчик, настоящий отец этого мальчика? Пожалуйста, Полина, можешь ответить на этот вопрос? Так, Полину я не слышу. Вика Роскова, как ты считаешь? На самом ли деле он настоящий отец? Возможно, что нет, и он просто обманул мальчика. А мальчик оказался очень доверчивым, мы поверим ему. А почему мальчик был очень доверчивым? Какие обстоятельства могут заставить его, желать, возможно, этого и быть доверчивым? Кто внимательно смотрел? Какое время описывается в данном фрагменте? Военное время. Почему? Тогда он, ну вот, то есть он, как сказать, еще вот... Почему военное время? На что это указывает? Или послевоенное время? Ну, уже примерно послевоенное, потому что как там вот это совхоз, вот это элеватор, то есть это все указывает на то, что это было тогда, раньше, и то, что ребенок один, и, соответственно, это указывает на то. То есть почему он остался один? Возможно, есть объяснение причины, да? Не без родителей. Помните, вы говорили выше, было такое высказывание, что родители, да, ответственны за то, что ребенок один. Но в данном случае, что случилось с родителями мальчика? Ну, их просто нет у него, получается. Их у него нет. Отец с фронта не вернулся. Мать убила Громбой. И жизнь ребенка, он оказался одиноким, вот в такой вот ситуации. И ему ничего не осталось, кроме как, получается, поверить этому мужчине, что тут его отец. Конечно. Ребят, вы поддерживаете точку зрения, высказанную сейчас? Да. Да, есть. Вот как-то так скромно, да, ты об этом высказываетесь. Конечно, необыкновенное произошло событие в жизни маленького героя. В чем состоит, ребята, истинное счастье человека, как вы считаете? Вот хотелось бы вас услышать все-таки, те, кто не высказался сегодня. Истинное счастье человека в чем? Семья, друзья, дети, любовь, взаимоподдержка. Взаимоподдержка, да, взаимопонимание. Помните, если, допустим, вернуться к тому слайду, который был выше, где было ряд иллюстраций, картинок, то мы, конечно же, можем здесь увидеть те понятия, которые мы с вами пытались вытянуть, вытащить, и смыслы. Они, конечно же, в этом фрагменте были отражены. Сейчас я вернусь, ребят, буквально. Вот они, эти иллюстрации. Скажите, пожалуйста, сейчас, вот после прочтения фрагмента более детального, да, на вопросы какие-то мы с вами отвечали, вот эта картинка стала яснее? Да. Семья, вот что прояснилось, Вика, пожалуйста, что вот для тебя лично прояснилось? Ну, вот эти картинки все описывают состояние мальчика и тоже, ну, в общем, он изначально был одиноким, а потом вот мужчина, он помог ему, как сказать, избавиться от этого одиночества, получил поддержку и внимание, и любовь. Спасибо огромное. Я надеюсь, что в том задании, которое я вам, в домашнем задании, у вас будет также вкладка в чате, документ, оно будет называться «Домашнее задание», вы сможете уже более подробно дать мне обратную связь, также по почте отправить ответы, я с удовольствием их почитаю, там нужно будет составить небольшой рассказ. Ребят, а сейчас давайте с вами попробуем определить. Вот если бы просто я вам дала этот текст прочитать, смыслы те, которые мы сейчас с вами, о которых говорили, были бы так явно выделены, как вы считаете? Нет. А что вам помогло понять вот эти смыслы больше? Что конкретно, какие действия мы сегодня сделали важные, которые необходимо делать, даже самостоятельно работая, что вам пригодится? Все вместе разобрали текст. Все вместе? А как разбирали, Владимир? Ну, то есть каждый человек по-своему понимал высказывание. Хорошо, правильно я понимаю, для вас было ценным мнение другого и сравнить его со своим, правильно? Да, да. То есть то, что происходило, задавание вопросов, ответы на них, вот это то, что вам нужно было, да, необходимо для понимания? Да. Хорошо, спасибо. Еще, что мы делали с текстом, ребят? Какие действия мы совершали с текстом? Мы выделяли главные слова, разбирали их значения, разбирали эмоции героев. А текст мы сразу весь читали, ребят? Нет. Нет, честеный. Какие вы читали? Фрагментами маленькими, да? Почему фрагментами, как вы думаете? Почему важно читать текст маленькими фрагментами? Чтобы лучше его понять. Совершенно верно. Конечно же. Вот эта головоломка, которая вам представлена, она помогала вытащить смыслы определенные из текста. Я согласна, что текст необходимо читать вдумчиво с остановками. Я надеюсь, что те способы, которые я вам сегодня продемонстрировала, вы сможете самостоятельно использовать, ребята. Обратную связь, напоминаю, я хочу получить после того, как лист самооценки вы заполните и его мне отправите. И, конечно же, последнее, на что я хотела бы обратить ваше внимание, это на высказывание Антона Павловича Чехова. Ну что, читали книгу? Читал ваше превосходительство. О чем вы читали, любезнейший? Расскажите. Забыл ваше превосходительство. Значит, вы не читали или невнимательно читали. Автоматически так нельзя. Так вот, мои дорогие ученики, я желаю вам читать текст, не автоматически, а очень внимательно, последовательно, вам каждому кусочку, останавливаясь, вдумываясь в те сигналы текста, которые дает нам писатель. Спасибо вам большое за урок. Дополнительно я вам по электронной почте, сейчас не успеваю выложить по времени дополнительные ресурсы, отправлю вам почту аудио этого полного, полное произведение, затем кинофильм и ссылку, где расположен полный текст рассказа. Поэтому желаю вам приятного прочтения, надеюсь, вам будет это сделать легко. Спасибо всем за урок. Ребята, вы можете покинуть конференцию. До свидания. До свидания. До свидания.